Приветствую всех зрителей моего канала, это 12 часть видео прохождения игры Baldur's Gate Sea Age of Dragonspear на максимальном уровне сложности Legacy в Баал соло. В прошлом видео я почти добил последних миньонов перед финальной битвой с личем, сейчас пойдем их добивать. Посмотрим, может что-то сможем изменить. Вот что мы можем изменить, мы знаем, что ловушек нет и огнем никто там не пользуется, то есть магией огненной. Значит можем выбрать что-то другое. Что можно взять здесь? Да, бывает слепь сверкающая пыль, в принципе та же самая слепь только массовая, бывает пробивает иммунных скелетов. Поэтому оставим. Здесь же опять кажется всех духов я убил. О, а вот каменная кожа пригодится, потому что я буду пытаться помогать своим ребятам атаковать скелетов. Да, но перед этим придется сначала разобраться со всеми зомби, чтобы скелеты остались один на один. Где-то так. Кстати, вне видео я уже изучил лича. К сожалению, не получится его уничтожать без драгоценного камня, в котором есть супер заклинание против лича. Дело в том, что слишком уж перестраховали создатели игры у лича. Минимум две случайности, а может даже три с защитными заклинаниями. Ну ладно, когда мы дадим до лича, расскажу более подробно. Короче, в теории можно с ним сражаться по-честному, но это просто нужно будет долго-долго бегать, ждать пока с него спадет магия защиты от магического оружия, которая длится 4 раунда. А как я и говорил, минимум она три раза им считается, 12 раундов, ну и 12 раундов он может кастовать заклинание. Если в начале заклинания не страшные, то потом он делает призыв скелета, вот такого, как здесь двое этих, и уже с ними справиться, да еще и лич рядом бегать не получается. Единственный вариант, это, как я и говорил, ждать пока спадет эти три заклинания защиты от магического оружия, бегать по карте. Но опять же, как только он прочитает призыв скелета, этот один скелет зарубит всех ваших призванных скелетов, и у вас не будет чем атаковать лича. Так что, точно это не для... Эта сложность не для Лего Сев Боал, этой битвы, не стоит пытаться так сражаться. Ну, разве что, если кто-то себе поставит просто как задачу, и так раз 30 будет иметь желание перегружаться и в поисках тактики, которая принесет победу. Если мы сегодня дождемся этой битвы с личи, вы все увидите более подробно. Но, в принципе, мешает выигрышу, конечно, ограничение уровня, у вас просто нет заклинаний. То есть, если у меня один пробой есть, чтобы снять эту защиту от магического оружия, по-моему, есть один на свитке, два пробоя, этого не хватает просто. Плюс он даже без случайности, по-моему, тоже на себя может прочитать, защиту от магического оружия. Ну, и, как я и говорил, здесь они очень хитро сделали. Личи имунин к обычному оружию, а заклинание дает защиту от магического. В итоге, получается, вы вообще никаким оружием ранить его не можете, не сняв это самое заклинание. Потому что обычно я, кстати, когда играл к конца и магам, обходил эти ограничения. Маги любят считать защиту от магического оружия, а я просто носил с собой два оружия, мастерски сделанные в оригинале они были. То есть, они были плюс один, но не волшебные. И ими можно было наносить урон, так сказать, под защиту от магического оружия. Интересная возможность. Так, опять же читаем защиту от страха, но вроде бы там уже и нет врагов, которые требуют этого. Да, кстати. А, в принципе, карается. Хотел сказать защиту от молний, можно уже тоже заменить, но это заклинание священника. Там нет ничего интересного. Пытается прокачать по максимуму убойную силу скелетов. Живут они недолго. Под ударами своих более старших братьев. Поэтому нужно, чтобы они как можно больше несли урона. Если повезет, может ослепим больших скелетов. Это нам даст немножко больше времени на уничтожение зомби. Так, ускорение пошло и вот эта штука очень сильно помогает гармония. Кстати, в оригинальной, в смысле извиняюсь, на обычной сложности я никогда этим заклинанием не пользовался. Ну, не никогда, а почти никогда. Естественно, если партия играл, то грехи не пользоваться, когда у вас несколько священников. Но имеется в виду, когда соло не полная партия, она просто слишком недолго действует. И обычно нет смысла его использовать. Так, видим. Скидывайтесь. Ладно, не знаю что получится, но буду выбирать центром большого скелета. В крайнем случае еще одной попыткой. Попробую все исправить. Посмотрите, как быстро. Ага, сейчас по-моему всех я обработаю. Да, и все. Надо делать вот так. Вы бегаете. Ммм, там где-то закончится скоро. Кстати, а зачем мне? Я же могу водить за собой. Точно. Вот что значит инертное мышление. Вы поняли, да? Скелетом просто нужно бегать и отвлекать врагов. Ну и можно попытаться ослепить. Сейчас посмотрим, получилось ли. Ладно, давайте на нижнем сосредоточьтесь. Сейчас я тоже вступлю в битву. Да что ж ты делаешь? Так, помогай. Нужно так, чтобы они бегали за ними. При этом скелетом не уйти за пределы видимости. Не очень удобно, потому что скрипт постоянно пытается скелета вернуть. Назад и приходится поэтому... Постоянно нажимать паузу, чтобы успеть среагировать. Ну или вот не отпускать мышь, управляя скелетом. Да что ж ты стоишь? Руби. Да, этот большой скелет очень силен. Кстати, это из Айсвиндейла второго его вытащили. Сколько я помню, не было его в оригинале. Так, нет, ребята. Вы отбегаете сюда. А, я уже потратил. Нет, еще есть одна гармония. Теперь все в атаку. Раз, два, три, четыре, пять. Кто-то сейчас умрет. Читай, читай, читай. Помогай. А что ж ты не попадаешь? Полысим тхака. Ох, тут нужно приходить во все оружие. Не очень-то я даже попадаю. Что уж говорить о скелетах. Ой, получается зря потеряно время. Ладно, лучше я прибегу и второй раз попробую все повторить. Тем более, я сейчас могу немного еще раз заклинание изменить. Так, надеяться в попытке ослепить или нет. Размытие. А, два за раунд. Два хода. Два с половиной хода получается. Тут меньше. Хм. Есть какие-то другие варианты усилить себя. Других вариантов нет. У них собратение магии, так что бессмысленно. Так. Что же лучше? Гарантированная возможность защиты. Ладно, возьмем размытие. Хотя, мне кажется, отраженный образ был бы лучше. Так, на вас не действует удержание нежити. В таком случае я могу кинуть. А, ускорение могу кучу взять. А, призрачная форма не поможет. Здесь у нежити волшебные. Волшебное оружие, к сожалению. Ну да, вариантов никаких нет. Только ускорение постоянно кидать. Хорошо. Ну и зачем мне понижать спас-броски? Если я не пытаюсь уже с вами сражаться. Огненный щит. Нет смысла. Хм. Больше каменных кож. Чтобы дольше рубиться. Наверное, лучше на невидимость, чтобы попадать чаще. Ну и опять же, аналог улучшения невидимости. Где-то так. Надеюсь, я не ошибся. Кстати, можно еще эту штуку прочитать. Помощь на себя. Ребята пришли. Нарушили мой сон опять. Ох. Какие вы. Интересно, что поменялось? Почему вы так уперто появляетесь? Не даете мне поспать. Ясно. Ясно. Интересно. Это мне так не везет? Или что-то изменилось? Я, конечно, не верю, что так не везет. Просто финальная битва близко. И, наверное, идет изменение переменных, отвечающих за... Ох, ничего себе. Сколько раз. Так, ладно. Придется выходить аж наружу. Иначе мои здесь будут сражаться союзники с ними. Так, мне уже это не нравится. Наконец-то. Застряло это число. Псевдо случайное. Отвечающее за успешный сон. В неуспешном положении. И... Раз десять. Пытался поспать и не мог. Так, и вы, кстати, смогли уже оценить силу скелетов. Даже... Если скелет один, и я на него нападаю. Своими миньонами зарубить его не получается. Так, я понял. Иди на свое место. Вот такого вот скелета призывает Лич. Если он этот призыв совершил, то он уже, считай, проиграна. Битва. Ну или... Хотя не знаю какой там Илли. Призыв уже будет испрачен на Лича. А, кстати, Лич еще кидает заклинание рассеивания призывных существ. С одного каста всех скелетов может разогнать. Их жизни у него под 300. Так что все же будем сражаться. С помощью камня. В принципе, я для интереса поискал в интернете даже на обычной сложности сражения с Личем. И никто там без камня с ним не сражался. Что вы уж говорите о Легасе в балл. Думал, может кто-то нашел какую-то тактику интересную. Так, начинаем мы. Раз. Не знаю, нужна ли мне эта опека смерти, но на всякий случай прочитаю. Пару несчастных скелетов, а сколько времени не забираю. Давай защиту от страха возьму. Если меня ранят, бывает провал по страху. Так, вообще помощь я успею прочитать или это уже бессмысленно? Сколько она длится? Мало. Один ход всего лишь. Может даже ее не читать. Тем более, по-моему, она напоминает благословение. Так, благословение. А, вообще 6 раундов. Помощь на себя, в принципе, есть смысл и читать. Хорошо с этим разобрались. Хорошо с этим разобрались. усиливаем скелетов желательно за этот заход хотя бы одного главного скелета такие пробить так понеслось забегайте личность я забегаю так 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 готовимся смотрим все вот этого и я рядом подожди ты начинаем усиливаться раз два три и ни разу не попал ну да пора улучшенную невидимость вообще лучше на невидимости ли обычная да улучшена раз два три этот хака у ребят так помочь мы им выживать раз два три опять никого не задел вот это да да что ж так долго читаешь раз по-моему попал молитва висит или как она там называется ускорение еще висит сила висит раз два так у меня есть еще один скелет до 1 вроде бы зарублю вот такие вот враги раз два три 4 да что ж такое есть стоит ли пытаться один на один наверно нет если со скелетами столько вырубил быстрее будет поспать и вернуться да кстати лучше сделать вот так потому что он будет идти до последнему месяц месту куда и невидимый добежал вот уходи получилось и сейчас еще один заход да если 30 таких скелетов сразу же штук 67 я даже не знаю что делать как с ними сражаться разве что пытаться пробегать все эти места имени сражаться если есть такая возможность потому что чтобы чтобы с такими врагами биться на равных придется обкастовываться со свитков с бутылок как будто это финальная битва а у вас не будет столько бутылок и свитков чтобы вы могли максимальный обказ применять на такие вот проходящие битвы тхака не хватает просто катастрофически очень я надеялся что эти пару уровней хоть немного помогут и не будет столь частых промахов как было в первой части но видите не хватает если бы найти эти вещи которые дают уровень священника и чтобы было три таких вещь было бы одевать специально перед чтением заклинание призыв скелета призывать 6 вот таких скелетов мощных как у этих врагов было бы круто а так конечно этих скелета уже не хватает забегайте я могу вообще первым пробежать у меня же шапоги скорости все побежали так все в бой раз два сколько у меня так почему никак не у петра не попадаю видно 3 ну да раз два три должен читать заклинание он все равно паузы делает 3 непонятное поведение раз два три с помощью моим скелетом раз два три не попадаю все раз два три еще есть что-то что может помочь а есть только там не поможет а он даже скелеты добьют быстрее чем я что-то я надеялся что я буду круто попадать в итоге да ну вот хака 4 ну да без зелья героизма и зелья мощи конечно пока не опустить не опустится гаденыш скорение есть все еще есть все попали так ну и сейчас будет интересная битва с личи нужно будет поспать и подумать что нам нужно для битвы с личи так размытие не имеет смысла он не дерется физическими атаками ну кстати озвучивание хорошая штука он может кинуть оглушение но скорее всего ладно возьму лишь бы взять потому что если использовать камень ослабляющий личи это в этом смысла нет но если сажаться по-честному то желательно эту штуку иметь потому что он кидает оглушение а нет слова силы молчи и у него еще слова силы убить это девятый уровень заклинания просто что-то с чем-то то есть героем у которого четыре заклинания на лего сего балл против личи у которого есть девятый уровень заклинания так конечно тяжелая битва получится так что здесь кстати вот интересный вариант с отклонением заклинаний пару заклинаний все равно кидает не одно наверно максим успевает так как бы не напортачить ну вот если будете остаться по-настоящему нужно прокол заклинаний таки сделаем хотя опять же все эти проколы и пробои заменяет этот камень так подождите это не то заклинание это прокол заклинаний что нам уже сделать малая малая ничего на не может сделать потому что у него нет таки защитный это я имел ввиду тайное слово ну развеивание магии шансов нет конечно же насколько я помню у него уровень намного больше чем меня в итоге там до одного процента упадет шанс успешного снятия магии с врага но в принципе хорошая штука потому что да если какие-то даже заклали девятого уровня но все равно отразится ладно никто у меня кидать не должен насколько я знаю и вот как не как ни странно но пролом один раз и придется использовать так ну и пришла пора или нет ведь я подготовлюсь посплю все сделаем отлично вот теперь можно рассказать сохранится но больше ничего не приходит можно рассказать чем дело хотя лучше вы это увидеть так видим кат-сцену как гном холодное сердце добился того чего хотел нашел лича присягнул ему и лич из гнома сделать своего прислужника тоже лича кстати камень действительно нужен этот который лечение ослабляет потому что будет еще один лич я уже почитал лич все кончено колдфир ты пережил трансформацию сохраняй свою филактерию и твоя не жизнь будет долгой лич колдфир долгой и благополучной во славе моба тора ты освободил меня от сверхразума берлот из старкрафта сразу приходит на ум и я в свою очередь дал тебе то что ты хотел наше дело сделано остерегайся моего бывшего учителя если он узнает о том существовании он примет тебя так же как и меня да да я знаю король теней не услышит от меня ни звука прощай полдфир мы больше не увидимся так и сейчас я покажу всякие хитрости уже когда он будет читать случайность расскажу в чем добавочная сложность всего этого так а вот первый интересный момент в данном случае они очень не нужен но потому что здесь есть глюк видите мы видели кат-сцену и здесь освещенная область если вы загрузитесь или поспите или выйти с локацией до начала биты придете опять то гнома вы уже видеть не будете таких случаях всегда вам поможет конечно пока не агрессивен враг поможет вам фамильяр дело в том что освещает в отличие от признанных существ область поэтому вот прилетели вы его будете видеть и сможете прислать скелетов не подходя близко к нему хотя данном случае повторюсь это не нужно обязательно призываю я так надеюсь что последовательности не ошибусь здесь одна попытка иначе бой проигран насколько я помню если бой начался то закупориться выход с этой области то есть выживет только один кто вас не отпустит пока вы теми одним способом не закончите битву поражениями или победой как ни странно вся надежда на скелетов и вот этот камень а сейчас тогда у него пойдет случайность я вам покажу насколько перестраховались создатели игры насколько усложнили всякие защитные заклинания конечно же прочитаю хотя в них смысла нет разве что вот защита от опека смерти спасает от слова силы умри насколько я понял потому что чужих битвах я видел его на меня он ни разу не кидал а вот слово силы молчать молчи он кидал с большим удовольствием так что здесь такое чтобы долго висеть защита зла хотя все это что на себя навешиваем принципе смысла нет если битва будет честно первое загадание которое он кидает это снятие магии и с его уровнем он все эти магии и снимает с другой стороны почему бы нет и да вот эту штуку обязательно прочитать дело в том что по моему она не снимается снятия магии хотя повторюсь если не получится с первого раза с ним разобраться то дальше все это не имеет значения так защиту от зла я кинул кинул все кинул мы и ускорение и окружаем его скелетами побежали побежали так мы сделали кстати и невидимость не помогает у него по скрипту возможность видеть сквозь любой защитный стол невидимости или святилище не только интересно одно дается лет прибавка хаку от лучшей невидимости ладно попробуем так ну что попробовать честно приступить диалог они сразу рубить тогда подождите есть еще одна хитрость я вам ее покажу опять же она не решает легаси в балл слишком большая сложность но есть классный бонус вы помните я специально взял ради этого фамильяра законно злое мировоззрение и вот превратившись в слизь мы даем ему цель по которой может кидать заклинание но ему это не поможет потому что у слизи стопроцентное сопротивление в принципе самому можно превратиться в слизь если у вас много свитков читайте заклинание со свитков со свитков лич колхард а кто ты еще как ты сюда попал вот кстати есть вариант можно договориться так сказать принять его сторону он пошлет убить всех гномов и принести их талисманы мы видели два талисмана таких на полу валялись но мы уже умерли а еще три гнома и будет пять талисманов но в принципе по логике вещей если бы мы играли вором и могли бы талисманы украсть прийти сюда сдать их когда он на нас нас атакует потому что все равно догадается что мы его обманули его убить а после этого прийти и сдать задание получится что вы выполнили бы два задания подряд но мы этим извращаться не будем это долгая история история которая заканчивается битвой с дворским личем ты хочешь мне уничтожить попробуй пожалуйста если бы ты знал какие силы текут моих венах так и вот пока он случайности не прочитал сразу же атакуем могу даже бросить одну штуку другу сейчас как только он прочитает после этого нужно все и посмотрите что он начитал это не начитал это случайности на нем цепь случайности случайность и мгновенное заклинание причем это может сделать еще раз то есть мы с ними все он может прочитать еще раз какие-то случайности не знаю как он ухитряет их несколько иметь а третий раз можно и сам прочитать и вот посмотрите защита от энергии защиты от магического оружия щита заклинаний если бы была просто защита от магического оружия можно было бы еще что делать но у него есть окна не щита заклинаний этот счет и защищает от любого заклинания которое снимает его защиты или снимает короче от пробоя защищает и от тайного слова У нас и так их очень мало Пробой вообще один Еще один свиток есть Тайных слова может там 3 и где-то еще 4 свитка есть Получается перед тем как сработает пробой Это снятие защиты от магического оружия Скелеты начнут его ранить Нужно сначала потратить еще один пробой Или еще одно тайное слово Плюс он сразу же Сделает еще раз случайность Вы опять должны кинуть какое-то тайное слово Опять пробой И он еще прочитает сам защиту от магического оружия Не по случайности То есть Я даже не знаю в какой-то там теоретическом Мире Есть шанс что вы с ним честно Сможете сражаться на Легасе Аубаал А так я не вижу варианта И вот еще такая подлая штука Как защита от энергии Это значит магического урона мы ему нанести не можем Так Все мы выяснили В таком случае единственный вариант Снять защиту с него Отлично Есть только одна проблема Я не помню Это заклинание неправильной магии Видите там как будто пчелы крутятся И лично не может считать заклинание И по моему заснимает какую-то защиту его Но вот я не помню Пропадает ли заклинание Защит от магического оружия Поэтому надо проверить Да он получает урон Все ясно Мне нужно было прочитать Мне нужно было прочитать Мощь Заклинание мощи Ладно Уже бессмысленно Уже бессмысленно Умеется в виду Чтобы наносить урон Больше Метательным оружием В принципе могу успеть Пошло снятие магии Так Зарубили его Он кидает Сначала Снять я магии Потом Если Будет Видеть Что вы в форме К примеру Слизи Снимет вам Сопротивление магии Снизит Потом вам оглушение Кинет Потом начнет кидать Всякие там Заклинания урона Но это все терпимо А потом призывает скелета И на этом Ваша битва Закончилась Вот такой вот Неприятный тип Теперь нужно все делать Очень быстро Потому что он Возрождается Так И нужно найти Его филактерию Что ты там нашел? Ничего Да Вот его филактерия И нужно эту филактерию Уничтожить До того Как он возродится Иначе будет Вторая битва И не факт Что вы ее победите Ну Скорее всего победите Потому что Ждут скелеты Но если что-то Пойдет не так Или к примеру Не изменится набор Читаемых заклинаний А именно К примеру Он начнет читать Призыв скелета Сразу То точно Мы не победим Мы просто Со скелетом Справиться не сможем Так И мне нужно Обязательно Читаем святилище Потому что нужно Кинуть филактерию Как можно быстрее Вот На огненный план А здесь есть враги И сражаться с ними На легосе Убал У вас Никогда не хватит Времени Неужто мне не повезло Ух Повезло Есть Получилось Ты бросаешь Золотую коробку В огонь Когда она падает Металл плавится Его поверхность Позырится И осыпается Душа внутри кричит От ярости И страха Когда огонь Поглощает ее Ой 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 А он кажется Не умер Из этих лишних щелчков Когда я уничтожал Должны А вот Фух Получено по 22 тысячи Слава богу Я уже испугался Что из-за лишних щелчков В поисках этой области На которой можно действовать Он уже воскресился В таком случае Вы душу уничтожаете А он все равно живой Бегает Он нужно убить еще раз Но хорошо Что получилось И вот очень опасно Если здесь Сформируется Такое количество врагов Что вы просто Не сможете Подойти так близко Чтобы воздействовать На ту зону Которая отвечает Которая отвечает За возможность Выкинуть Филактерию Короче Очень много Тут всего нужно Учесть Чтобы на Лего Севбал Пройти финальную битву Мне это конечно Не очень нравится Ну с одной стороны Приятно конечно Что мы осилили Эту сложность Но имеется ввиду Что на этой сложности Никак нельзя победить С другой стороны Такие места Были у нас И в первой части А именно Рыцаря смерти Мы никак не смогли Были победить Без того Чтобы разбить зеркало Так Что там еще Хочешь дать Хорошо что Кстати нам повезло И она вторая Хотя по моему Здесь можно все Прощелкать И успеть Так я смотрел Чужих видео Получалось У людей Но нужно быстро бежать Камешки На продажу Все По идее игра А извиняюсь Уровень пройден Этот подземелье Это пройдено И теперь нужно А чуть не забыл Забрать моего красавца Ну вы не увидели Как хорошо Отвлекает слизь Но если бы мы Сражались по настоящему А не кинули У него этим камнем То он бы тратил Заклинание на слизь И в принципе тактика Это такая Забежал Кинул Убежал Причем надо так Попасть в противоход Чтобы когда он читает Заклинание Нас нет У нас не видит Надо бы кидать Или в скелет Или в слизь А когда мы забегаем Он не готов читать Заклинание И мы читаем И вот таким образом Можно читать заклинание Но как я и говорил Просто не хватает заклинаний Потому что У нее одна случайность Вы ее кидаете Тайное слово Спадает щит заклинаний После этого Кидаете пробой Скелета начинает его ранить Буквально раунд Это ждет Но потом опять случайность М5 В этой защите Вы опять кидаете Тайное слово Пробоя уже нет Ну ладно Со свитка у меня Сидень свита Кидаете пробой Опять его рубите Ну а дальше Ничего не получается Потому что Он кидает Заклинание Развеивание Призвенных существ И все И у вас нет скелетов Которые должны Зарубить его 300 жизней Ой как плохо Так не хочу Я хочу Чтобы ты был В нижнем Углу Да Сохранюсь даже Ну что ж Идем Отсчитываться С гномом Мы все сделали Все же забрал Да Ничего не забыл И наверное На сегодня Буду заканчивать Такая вот Битва Короткая Хотя не знаю Короткое ли видео Битв мало Время прошло Много Да В районе часа Да Даже торговать не буду Потому что Нужно думать Вне видео Подумать Что там продать Что купить Чтобы уже Видео Торговля Прошла Побыстрее Так Давай мы Тебя читаем Садварский Священник Выше голову Крепче Меч Держи Крепче Друг мой Так Это опять Не он Да Да Брад Дивейн Меня задолбало Это говорит Но учитывая ситуацию Я сейчас Не в том положении Чтобы обижаться Держи выше голову Занимайся делом Так Получается Ты Да Задолбал Задание Вранглер Бал Ты вернулся Колдхерт Мертв Скажи Что ты сорвал Башку Этого ублюдка С плеч Колдхерта Больше нет Он повернулся Ко мне спиной К великому Доматиону За это я поплатился Я сделал Хороший выпад Наверное имеется Ввиду задом И не ошибся Вранглер Бал Вот возьми Это пожалуйста Что до меня Я останусь здесь И продолжу чистить Там место Сдобных элементов Изнутри А потом Какое потом Я уже все сделал Так Шлем Великое восстановление Я не знаю Что будет потом Так И давайте Вы действительно Позовем на Последнюю битву Я так надеюсь Назобираем Союзников А там будем Священникам Поддерживать Свою сторону И даже На Легасе В Баал С врагами А ну да Союзники же Тоже будут Усилены Сложность В Легасе В Баал Жизни Будет больше И так сказать Попытаемся Пройти С помощью Помощников В большей мере Конечно В финальной битве Придется драться С Белехефтом Один на один Нам бы пригодились Толк у меня С плюс Один К выносливости 18 Сейчас проверим Какой толк Жизни 107 116 Нет Конечно Лучшее Завершательство Иметь Спасение Все На этом Будем завершать Надеюсь Вам понравилось Здесь Конечно Было больше Обсуждений Как сражаться И чего бояться Но все же Да Не хватает Не хватает Уровня Вот Был бы освещение К 11 Уровня Чтобы было Три вещи Дающих По плюс Один К уровню Я бы призывал Шесть Суперскелета Вряд ли Такие вещи Есть В таком Количестве Ну что ж Я с вами Прощаюсь Как всегда Желаю вам Всего Наилучшего Пока